Вот так выглядит гиацинт, на который рыбка отложила икру от металла, и тут она будет созревать в течение 5-6 дней. Мы разделили часть гиацинтов, которые с мы, естественно, поместили в нашу тепличку. Здесь и оборудование, там компрессор, сейчас поставим фильтр. Здесь гораздо теплее для наших будущих личинок. Вот так наши рыбки постарались. Ихорния идеальное растение для нереста рыбы, вы видите, просто все облеплено икрой. Так, температура здесь сейчас 18 градусов. Ну, это достаточно. Личинка при температуре 14 градусов находится в стадии икры 6 дней. Потом она вылупливается. То есть тут она вылупится немножечко быстрее. Скорее всего, что где-то четвертый, пятый, пятый день. На пятый день она уже перейдет в стадию личинки. Там рыбки до сих пор еще нерестятся, поэтому мы еще сейчас у них заберем икорнию с икрой, а им сделаем подмену. Подмену сделаем отсюда. Вот сейчас мы возьмем там, вот еще возьмем свежие кустики. Они любят, как только мы им делаем подмену, они сразу же начинают еще интенсивней набрасывать икру. Поэтому мы будем делать частую сейчас подмену. Сколько у нас есть икорни, столько мы сейчас и выделим на нерестовую компанию. Пусть нерестятся. Рыбки, которые были для нас интересные, мы у них отобрали икру сами. Вот остальные пусть нерестятся уже природным способом. Погода идеальная, когда идет дождик. Обычно всегда рыба очень хорошо нерестится на дождь. Это начиная с конца апреля, ну в зависимости от теплый он или нет. И в течение всего мая комета вообще рыба, от которой откладывают икру порциями. Пусть нерестятся. Всего вам доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...